Чем ближе фестиваль клубники, тем больше мероприятий к нему приуроченных проходит в Балакове. Сегодня на площадке возле центра «Ровесник» состоялось награждение победителей конкурса костюмов и поделок. Раньше это мероприятие проходило в день праздника и, можно сказать, терялось в общей фестивальной массе. Поэтому в этом году решили уделить конкурсу особое внимание, провести его накануне фестиваля клубники. На поляне возле центра «Ровесник» царило клубничное настроение. Костюмы участников были настолько яркими, что каждому присутствующему захотелось испробовать сладкую ягоду. Наряды были выполнены из нетрадиционных материалов. То есть, кроме привычных тканей, можно было увидеть салфетки, пластиковые стаканчики, картонные коробки и много чего еще. Костюм называется «Клубника со сливками», поэтому моделей сразу три. Сливки и, собственно, сама клубника. Модель Кира представляет нам костюм, который называется «Клубничная фея». Нетканное полотно, креповая бумага, салфетки, фетр, искусственные цветы, полипропилен. Вот все, что присутствует в этом костюме. Сегодня же балаковцам представили принцессу Викторию. В этом году ее выбирали всеобщим голосованием. Всего на конкурс поступило около 15 заявок, 5 претенденток вышли в финал. Отдать свой голос за принцессу можно было в специальной группе. Имя победительницы до последнего держалось в секрете. И сегодня на сцену возле ровесника вышли все финалистки. Они получили подарки от спонсоров конкурса, а принцессой Викторией стала... Мы приветствуем, дорогие друзья, официальную представительницу фестиваля «Клубники-2018» Аношину Кристину. Корона для победительницы выполнена вручную и предоставлена дизайн-отелье «Принцесс». Право вручить ее победительнице предоставляется директору дизайн-отелье Ольге Артемовой. И, конечно, мы предоставим слово спонсору нашей церемонии, Оля. Всем добрый вечер. Спасибо организаторам, что выбрали нашу компанию «Дизайн-отелье «Принцесс». Сделать корону для великолепной принцессы. Поздравляю тебя. Теперь выбранная принцесса целый год будет официальным представителем фестиваля. А это значит, что ей предстоит участвовать в благотворительных и промо-мероприятиях и рассказывать о фестивале «Клубники».